Приветствую, уважаемые подпишитесь канала Процветок, всем солнцем у хату, с вами Ольга Дуброва. Сегодня мое сообщение про луки. Если вы хотите круглый год и весь сезон, от весны до поздней осени, быть с урожаем лука, то послушайте мой рассказ. Сначала я остановлюсь на тех, может быть, банальных видах лука, а затем, конечно же, не промену, перейти к декоративным лукам. Итак, всем известный лук-порей. Мы все привыкли выращивать его в однолетней культуре с тем, чтобы потреблять в пищу вот этот утолщенный так называемый стебель. Лук-порей можно перевести даже в многолетнюю культуру, если мы его оставим на следующий год. Вот из всей своей популяции, допустим, у вас грядка из 50 штук, оставьте десяток. И не надо уже стремиться к тому, чтобы окучивать низ стебля. Пусть он растет, как он хочет. Единственное, на зиму можно кинуть туда лапочку елки или какое-то другое укрытие, ну, для надежности. И он замечательно будет зимовать. На следующий год он зацветет, выпустит замечательную стрелку, цветонос, на котором будет, если сосчитать, порядка 600 цветочков. Соцветия могут быть на стрелке от фиолетового, нервно-фиолетового до практически белого цвета в зависимости от сорта. Различные сорта по-разному выглядят. И, переведя его во многолетнюю культуру, вы сможете иметь зелень даже в конце зимы, когда снег оттает. Конечно, там будут какие-то повреждения, но потом, с наступлением тепла, у вас всегда будет ранняя зелень лука-порея. На одном месте, как неудивительно, он может расти порядка 5-6 лет, но, повторюсь, это не ради утолщенного стебля, а ради сочной, приятной, мягкой, неострой зелени. Следующий лук – это лук батун. Называют его еще татарка. Его листья представляют из себя такие сочные дудки. И также на одном месте он может расти длительное время, порядка 5-6 лет. Конечно, потом он немножко вырождается, но в зависимости все от тех условий, в которых он у вас произрастает. Очень интересный лук, я думаю, что многие с ним знакомы. Это лук слезун. Слезун, потому что не от того, что он слезняк какой-то, а от того, что когда мы надламываем листик, на нем выступает такая слеза, слизь, можно сказать. И зелень его появляется прямо из-под снега. Она очень сочная, не острая, кто боится таких сильных вкусов. Затем он зацветает. Соцветия могут быть шарики тоже бледно-голубого цвета, нежно-розового цвета. Но, как правило, они оттенки слегка голубого цвета. Со временем он образует такое гнездо, разрастается. Ну и тогда, когда вам кажется, что он уже перестал быть очень продуктивным, его можно рассадить. Слизун уходит в зиму также с листьями, и рано весной мы снова встречаем его с листьями. Тем он и хорош. На одном месте также он может расти длительное время, и можно сохранять его в культуре порядка 10 лет. Следующий интересный лук – это лук, который называется многоярусный, либо живородящий. У него на цветоносах, на стрелках очень причудливые луковицы, которые можно и употреблять, и засушивать, и замораживать, и использовать их для посадки очередных ваших плантаций. Это очень лук-долгожитель, больше 10 лет на одном месте растет, и при этом не теряет своей продуктивности. Всем известная черемша, называемая еще медвежий лук. Она может распространяться на одном месте с помощью муравьев, которые будут разносить семена. Можно распространять самому, рассаживая мелкие ложные луковицы. И единственный недостаток – то, что к июню, к концу июня и в июле месяца зелень уже отмирает. То есть это такой настоящий эфемероид, то, что называется. Затем листвы на нем до конца сезона нет. Он весной ее так много и до средины лета, что хватит витаминизироваться на всю семью. Второй его родственник, который очень похож, но листья более широколанцетные, и сам он гораздо выше, порядка 40 сантиметров. Это лук называется победоносный. У него, если присмотреться, то на цветочках тычинки торчат за чашечку. Ну, это для ботаников такая информация. И он сохраняет свою декоративность, ну и зелень сохраняет гораздо позже, чем лук медвежий, до середины августа. Поэтому, может быть, листья будут жестковатые, но как зелень в какой-то супчик очень даже и подойдет. Лук шалот. Лук шалот – это родственник лукорепки. Это отдельная большая тема. В южных регионах его можно высаживать под зиму, и там он даже может быть многолетним. Его существуют разные виды, формы. И луковицы отличаются, и удлиненные, и розовые, и кругленькие, и практически такой немножко пермидальной формы. Огромное количество, ведь он известен уже порядка 4000 лет, поэтому про это рассказывать тысячелетия эти не буду. Но обратите на него внимание, он еще хорош тем, что практически не стрелкуется, что очень для нас выгодно. Ну и он называется многогнездным, потому что в одном гнезде в первый год луковиц может быть 4-7, а затем даже и до 15 луковиц в одном гнезде. Потихоньку подбираюсь к декоративной теме. Это следующий лук – шнит-лук. Шнит-лук вообще красавчик, потому что у него тонкие перышки шиловидные, многочисленные. В июне месяце начинается цветение с мелкими, но многочисленными также соцветиями. На одном месте может расти долго, и если после того, как он начнет отцветать, вы срежете соцветия и часть листьев, то новая волна зелени во второй половине лета будет вас приветствовать. Его можно высаживать как декоративный лук, потому что благодаря своему невысокому росту он будет красиво обрамлять даже и цветник, либо какую-то вашу овощную грядку, и всегда будет у вас такая сочная зелень. Иногда называют еще его резанец. Резать его просто удовольствие. Сочный, мелкий такими вот колесиками. И вот я подкралась, наконец, к теме декоративных луков, которые истинно декоративные. Разговаривать про них я много не буду. Я вас отошлю на сайт магазина Процветок, интернет-магазина. Вы заходите там в раздел «Декоративные луки» и откроете для себя невероятную красоту космическую. На что обратить внимание? Обратите внимание на луки с необычными окрасками. Например, лук желтый, лук моли. У них желтая окраска соцветий. При этом у них невысокий рост. Затем лук называется «Атропурпуре». У него необычная насыщенно-пурпурная или насыщенно-фиолетовая окраска. Интересен очень лук «Булгарикум». Цветки его вообще не похожи на цветки лука, потому что поникающие такие соцветия оригинальной окраски. Очень интересный сорт или вид, назовем его, хайр. Вы понимаете, что такое хайр. У него в самом деле такая прическа, которая ни на что не похожа. И будет очень удивлять и вас, и ваших друзей в саду. Ну и на что мы еще обратим внимание, на исключительно белую окраску у лука – это лук кавалий. Те луки, которые сейчас я буду называть, это просто вообще восторг. И посмотрите, какие у них бывают размеры шаровидных соцветий. От 15 до 25 сантиметров. Это лук Христофа, лук Суворова, лук Шуберта, лук Гигантский, лук Каратавский, Афлатунский, лук Высокий. Это все луки с огромными соцветиями и разнообразных окрасок. Конечно, они выдержаны в синей, фиолетово-голубой цветовой гамме. И обратите внимание, что луки декоративные с большими соцветиями, они могут быть разными по высоте. Поэтому подбирайте те, которые вам подходят. Высота некоторых цветоносов может у этих луков достигать более метра, а у других она может отскакивать из земли на 20-30 сантиметров. Но при этом иметь огромное соцветие, как у лука Христофа, например. Выращивать лук не составит труда. Для этого нужно солнечное место, нужно рыхлая почва с хорошим дренажем, чтобы не было застоя воды. Это вы знаете по обычному луке-репке, который вы выращиваете уже столетиями. И если вы посадите все мною перечисленное или выберете какой-то для себя подходящий ассортимент, то я думаю, что ваш лук и лук вашего сада преобразится. Всего хорошего. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Дуброва. Субтитры сделал DimaTorzok